В Наринмаре прошел второй экзамен для трудовых мигрантов. Напомню, с начала этого года иностранный гражданин, прежде чем приступить к работе, должен купить специальный патент. А для его получения необходим сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства. Бахтиор Раджипов приехал за полярный Наринмар из солнечного Ташкента. Сегодня он один из 20 экзаменуемых. Я сама собираю платить. Получить патенты на работу без сдачи экзаменов могут только те иностранцы, которые получили аттестат об основном образовании еще в Советском Союзе или уже на территории современной России. Остальные обязательно должны пройти тестирование. Сдать их в нашем регионе можно только на базе филиала САФУ в Наринмаре. Для проведения экзамена в окружную столицу приезжают преподаватели из Архангельска, имеющие специальную лицензию. Первый раз после вступления в силу нового закона они приезжали в середине февраля. Практика показала, что не все мигранты могут справиться с заданиями. Особенно тяжело приходится с русским языком. Легче всего справляются с говорением, потому что люди в русскоязычной среде находятся, поэтому свободно общаются. Труднее бывает, если на гражданство сдают, то аудирование труднее дается, может быть. А так лексика, грамматика – самый камень преткновения. Тестирование по истории включает период с X века до современности. А основы законодательства ориентированы в основном на вопросы, связанные с пребыванием иностранных граждан в нашей стране. После проведения тестирования работы будут проверять в Архангельске, а затем в Москве. Лишь после этого граждане других государств получат специальные сертификаты для покупки патентов на работу, получения гражданства, вида на жительство и временного проживания.